Не трать свои нервы на то, что того не стоит. Этому учит нас Аллах в Коране. Аллах говорит, что в Коране заключено щифа, то есть исцеление, для того, что в груди людей. Когда ты читаешь Коран, размышляешь о нем, то невзгоды этого мира становятся для тебя не такими значительными. Кто-то оскорбил, а ты уже не принимаешь это близко к сердцу. Гнев — это, конечно, нужная эмоция, но ее нужно применять к месту. Не надо тратить нервы по каким-то незначительным поводам. Че воду не принесли еще? Кто дверь открытой оставил? Когда мы регулярно читаем аяты Корана и размышляем над ними, у нас меняются приоритеты. Постепенно, конечно, Аллах показывает нам нечто большее, чем то, о чем мы привыкли тревожиться. И в итоге то, что обычно тебя выводило из себя, уже не так цепляет. Тебе уже проще отпустить ситуацию. Аллах говорит, обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят, «Поистине Аллаху мы принадлежим, и к Нему наше возвращение». То есть вот так они реагируют. Да, может быть трудно, больно, но люди, которые осознают, что вернутся к Аллаху, уже легче переносят бедствие. Ну а бедствие? Бог дал, Бог взял. У тебя что-то было, а теперь нет. Но ты понимаешь, что ты даже сам себе не принадлежишь, уж тем более твое имущество. Все это принадлежит Аллаху. Да, мы можем расстраиваться, но нас это не ломает. Мы остаемся на плаву за счет того, что убеждены в более тяжелых вещах, чем то, что с нами происходит. Например, судный день, отчет перед Аллахом. И вот знаете, тяжелее всего тем, кто хватается за блага этого мира. Самые грустные люди, которых я только видел, это те, которые говорили, «Я просто хочу быть счастливым». А Всевышний Аллах, не спасла в Коран, хочет, чтобы наши сердца наполнялись успокоением. И вот, кстати говоря, не надо ожидать, что ты немного почитал перевод Корана, или, например, послушал проповедь на тему каких-то аятов Корана, и в тебе вдруг произошли мгновенные изменения. Не надо опускать руки, думать, что на тебе это не срабатывает. Вы поймите, с каждым из аятов Корана связаны какие-то события, в качестве ответа на которые неспосылались аяты и суры. Коран не был неспослан сразу книгой. Аллах послал к людям посланника, пророка Мухаммада, мир ему и благословение, который разговаривал с людьми. Они не просто книгу читали, они общались с человеком, который обучал их Корану. Исподвижники пророка понимали значимость изучения слова Аллаха со слов его пророка, со слов живого человека. Ромар, сын Хаттаба, побуждал людей садиться кружками и изучать Коран. Нужно быть частью чего-то, находиться с людьми, которые вместе изучают слова Аллаха. Вместе размышлять над аятами Корана. Если нет такой возможности, некуда пойти. Тогда изучай с семьей. И когда твой сын, дочь, жена, муж не могут понять какой-то момент из Корана, ищи ответ, но размышляйте вместе. Ищите ответы вместе. Хотя, конечно, даже если ты один читаешь Коран, Аллах все равно исцелит твое сердце. Но в основе ислама все-таки получение знания при взаимодействии людей. Вот, например, сура «Предвечернее время». В ней Аллах говорит об истине. Под этим словом Аллах имеет в виду Коран. И Аллах говорит, что надо заповедовать друг другу истину. То есть общаться об истине. О Коране. Коран — это исцеление. Но, скажем так, эффективный способ доставки этого исцеления до сердца — это межличностное взаимодействие. Общение с теми, кто обучает Корану. И кто ему обучается. Посланник Аллаха сказал, что ангелы собираются на таких собраниях. Когда люди Коран изучают, на них будет спускаться спокойствие. Вот я сам, когда впервые заинтересовался изучением Корана, я вообще об исламе мало чего знал. Практически ничего. Большинство друзей были не мусульманами. Мы с ними в баскетбол играли. В средней школе я в баскетбол играл часов по 6-7 в день. Много общались. О чем только не разговаривали. В проповеди такие вещи не расскажешь. И тут я заинтересовался Кораном. И в Нью-Йорке была программа. По изучению Корана. Мы провели в мечети неделю. Просыпались. Читали фаджр. Завтракали. И все вместе начинали изучать Коран. Мы не проходили сложных толкований. Просто разговаривали о Коране. Потом отдыхали. Снова разговаривали. Потом я ехал в колледж. Работал еще. Потом возвращался в мечеть. И мы снова разговаривали о Коране. Так вот я скажу вам. Это был одним из самых влиятельных периодов в моей жизни. Не в плане того, чему я научился, а что я чувствовал. Эта неделя меня изменила. Она наполнила меня. Мое сердце изменяло слово Аллаха, которое было донесено через учителей, которые нам преподавали Коран. Об этом Аллах и говорит. Коран — это исцеление для того, что в груди людей. Нужно это возрождать. Изучать Коран вместе. Мы все нуждаемся в этом. Чтобы вот это давление, которое присутствует в наших душах, чтобы оно разрядилось и сменилось успокоением. Хотя одна и та же проповедь на разных людей может влиять по-разному. Потому что мы все разные. На кого, как повлияет, какое слово из какого аята? Один Аллах знает. Но влияние точно будет. Ведь Коран — это слова нашего Создателя. Постарайтесь применять этот мой совет в жизни. Мы же стараемся правильно питаться, следим за здоровьем. Стараемся высыпаться. В плане денег стараемся, чтобы у нас все хорошо было. Безопасность, жилища мы обеспечиваем, дверь закрываем. Точно так же нужно заботиться и о душе, очищать ее от духовной грязи, заряжать свою веру, оберегать сердце от грехов, пороков. И когда вы научитесь свою душу держать в чистоте, вы и детей своих сможете этому научить. И это будет не просто теория, а передача им вашего опыта. Дай Аллах нам всем получать пользу от мудрых аятов Корана. Продолжение следует...